Об итогах учебного года для Владимирских выпускников и о предстоящих праздничных мероприятиях. Об этом сегодня беседуем с заместителем начальника управления образования Ириной Пеньковой. Ирина Ивановна, здравствуйте. Ирина Ивановна, перед тем, как будем говорить о праздничных мероприятиях, давайте с вами подведем итоги учебного года. Заканчивает у нас в 2020 году учебный год 1635 выпускников 11 класса. 44 школы выпускают 11-ти классников. Конечно, у выпускников этого года действительно получился особенный год. Практически вся четвертая четверть изучения велось в дистанционном режиме. И будем надеяться, что дистанционный режим имел не только свои минусы, но и свои плюсы. Поскольку позволил детям больше, может быть, сконцентрироваться на подготовке именно по тем предметам, которые они будут сдавать в высшие учебные заведения. Потому что, как сейчас принято по единому государственному экзамену, фактически сдавать они будут исключительно то, что им нужно для поступления. Поэтому думаем, что, может быть, и были определенные плюсы в более концентрированной подготовке по именно определенным направлениям, которые ребята выбирают. Пока у нас выпускников 11 классов идет одинаковое количество из года в год. Что касаемо медалистов, какая цифра? В этом году, значит, у нас по предварительным данным 202 человека будут, планируется получение имя аттестата с отличием о среднем общем образовании. И, соответственно, в этом году изменились несколько правил получения подобного аттестата в связи с тем, что отменен единый государственный экзамен как итоговая именно аттестация за среднюю школу, за курс средней школы. Вот поэтому выпускникам этого года в какой-то мере повезло отличникам в этой части, потому что им не нужно доказывать свои знания на ЕГЭ, добиваясь 75 баллов по основным предметам русской математики для того, чтобы подтвердить золотую медаль. В этом году фактически аттестат с отличием получит любой ребенок, который получает итоговые оценки в свой аттестат исключительно отлично. Абсолютно для всех и для тех, кто будет поступать в ВУЗы, итоговая аттестация будет проведена по результатам промежуточной аттестации, то есть по полугодовым, годовым оценкам, какая там средняя у них получается за 10-11 класс. Они получают итоговые оценки, которые переносятся в аттестат и фактически они уже имеют аттестат о среднем общем образовании. А единый государственный экзамен фактически в такой форме уже будут проходить вступительные испытания в ВУЗы. По логике получается таким образом. Расскажите о праздничных мероприятиях, которые планируются. Будет мероприятие, торжественное такое событие праздничное, которое будет проходить вот здесь в Патриарших садах. Оно будет транслироваться в прямом эфире через определенные группы, о которых мы уже сообщали. Каждый выпускник может подключиться к этому мероприятию и участвовать в нем именно в прямом эфире. У нас запланированы здесь прямые подключения с выпускниками, в ходе которых ведущий будет выстраивать с ними диалог. Попробуем узнать их чувства, их переживания перед вступительными испытаниями в ВУЗ, их планы на будущее и так далее, чтобы поделились с нами. Будут включаться директора школ с напутствиями, поздравлениями. Будут также в прямом эфире включаться педагоги со своими какими-то теплыми словами в адрес выпускников. Безусловно, не обойдется мероприятие без традиционного школьного вальса. Мы пригласили бальные пары, которые вокруг фонтана у нас будут кружить, напоминая детям о том, что, в общем-то, школьная пора заканчивается. Ну и, конечно, самое главное – это традиционный последний звонок, который прозвучит в финале и который, как мы планировали, объединит все наши школы. Потому что мы предварительно попросили ребят каждой школы записать звонок на фоне своей школы, который будет передаваться справа налево, звенящий звоночек. Мы это объединили, этот челлендж, в единую цепочку. И все школы от первой там до 49-й у нас, а также лицеи-интернат номер один, промышленно-коммерческий лицей, включены в эту цепочечку. Передают звоночек и в конце его получает глава администрации города и глава города. И вместе для всех прозвучит этот последний звонок. Надеемся, что все это будет красиво, интересно и понравится нашим выпускникам самое главное. Завтра торжественное наше вот это событие праздничное начинается в 11 утра здесь, в Патриарших садах. Группа ВКонтакте, группа управления образованием и группа по делам молодежи «Следи за нами». У нас обратная связь идет, да. У нас, в принципе, много было предложений к школам. Ребята записывали ролики, они с удовольствием включились, потому что у нас трансляция пойдет прямая, но у нас будет еще и подача немножко видеозаписи, материала. И уже нам прислали сами 11-классники записанные свои вот на таком в режиме самоизоляции записанные музыкальные ролики, поздравления в адрес учителей. Мы их тоже завтра ролик этот пустим. Вот, поэтому у нас откликались все ребята. По мере подготовки мы школы включали. Вот надо было этот челлендж записывать и всем понравилось. Ребята сами его снимали, этот звоночек. Вот эти ролики тоже и так далее. Поэтому, в принципе, все по отзывам ждут этого мероприятия. Все как бы рады, что действительно не оставили выпускников, попавших в такую, ну, трудную действительно ситуацию. Наверняка неприятную, конечно бы, такой вот праздничный, масштабный, массовый шествием, как обычно мы делаем. Наверное, это было бы лучше и здорово, но вот так сложилась ситуация. Ирина Ивановна, ваши пожелания выпускникам 2020 года? Хочется сказать ребятам, чтобы прежде всего и самое главное, это они определили, наверное, правильный свой путь в жизни. Именно свой путь. Не то, что модно, не то, что, может быть, хотят от них и ждут от них окружающие. Важно понять, чего хочешь ты сам. И несмотря, может быть, на какие-то препятствия, твердо и упорно идти именно в этом своем направлении. Думаю, что это самое главное. И только в этом случае человек будет счастлив, если будет заниматься всю жизнь своим делом. Об итогах учебного года во Владимире и о предстоящих праздничных мероприятиях мы беседовали с заместителем начальника управления образования Ириной Пеньковой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова